Стихи 1908-1911 годов. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Стихи 1908-1911 годов из книги Осипа Мандельштама «Камень». Звук осторожный и глухой, Плода сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной. Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки, В кустах игрушечные волки Глазами страшными глядят. Из полутемной залы Вдруг ты выскользнула В легкой шали. Мы никому не помешали, Мы не будили спящих слуг. Нежнее нежного лицо твое, Белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного, От неизбежного Твоя печаль, И пальцы рук неостывающих, И тихий звук неунывающих, Речей и даль Твоих очей. На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И незаметно вечерели. Узор отточенный и мелкий, Застыла тоненькая сетка, Как на фаянсовой тарелке Рисунок вычерченный метко, Когда его художник, милый, Выводит на стеклянной тверде В сознании минутной силы, В забвении печальной смерти. Есть целомудренные чары, Высокий лад, глубокий мир, Далеко от эфирных лир Мной установленные лары, У тщательно обмытых ниш В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, Какие робкие законы Приказывает торс точеный И холод этих хрупких тел. Иных богов не надо славить, Они как равные с тобой. И осторожной рукой Позволено их переставить. Дано мне тело, что мне делать с ним, Таким единым и таким моим, За радость тихую дышать и жить, Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок, На стекла вечности уже легло, Мое дыхание, мое тепло. Запечатляется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор, Пускай мгновение стекает муть, Узора милого не зачеркнуть. Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой. Сладкое лекарство, Такое маленькое царство, Так много поглотило сна, Немного красного вина, Немного солнечного мая, И тоненький бисквит ломая Тончайших пальцев белизна. Когда удар с ударами встречается, И надо мною роковой Неутомимый маятник качается, И хочет быть моей судьбой, Торопится и грубо остановится, И упадет в веретено, И невозможно встретиться, Условиться, И уклониться не дано. Узоры острые переплетаются, И все быстрее и быстрей Отравленные дротики взвиваются В руках отважных дикарей, И вереница стройная уносится С веселым трепетом, И вдруг одумалась, И прямо в сердце Просится стрела, Описывая круг. Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить, И печально так и хороша Темная звериная душа Ничему не хочет научить, Не умеет вовсе говорить, И плывет дельфином молодым По седым пучинам мировым. Медлительнее снежный улей Прозрачнее окна хрусталь И бирюзовая вуаль Небрежно брошена на стуле. Ткань, опьяненная собой, Изнеженная лаской света, Она испытывает лето, Как бы не тронуто зимой, И если в ледяных алмазах Струится вечности мороз, Здесь трепетание стрекоз Быстроживущих, синеглазых. Селентиум Она еще не родилась, Она и музыка, и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. Спокойно дышат моря груди, Но как безумный светел день И пены бледная сирень В мутно-лазоревом сосуде. Да обретут мои уста Первоначальную дремоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста. Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись, И сердце сердца устыдись, С первоосновой жизни слита. Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Я вижу месяц бездыханный, И небо мертвенней холста. Твой мир болезненный и странный Я принимаю пустота. В огромном омуте прозрачно и темно, И томное окно белеет, А сердце, отчего так медленно, Оно и так упорно тяжелеет, То всею тяжестью оно идет ко дну, Соскучившись по милам иле, То, как соломинка, минуя глубину, Наверх всплывает без усилий. С притворной нежностью у изголовья стой, И сам себя всю жизнь баюкой, Как небылицею своей томись тоской, И ласков будь с надменной скукой. Душный сумрак кроет ложа, Напряженно дышит грудь, Может, мне всего дороже Тонкий крест и тайный путь. Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня, Чужие люди верно знают, Куда везут они меня, А я вверяюсь их заботе, Мне холодно, я спать хочу, Подбросила на повороте Навстречу звездному лучу, Горячей головы качанье И нежный лед руки чужой, И темных елей очертанья, Еще не виданные мной. Скудный луч холодной мерою Сеет свет в сыром лесу, Я печаль, как птицу серую, В сердце медленно нанесу, Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла, С колокольни отуманенной Кто-то снял колокола, И стоит осиротелая И немая вышина, Как пустая башня белая, Где туман и тишина. Утро нежностью бездонное, Полуявь и полусон, Забытье неутоленное, Дум туманный перезвон. Воздух пасмурный, Влажен и гулок, Хорошо и не страшно в лесу, Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу, И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек, Я участвую в сумрачной жизни, И невинен, что я одинок. Выстрел грянул Над озером сонным, Крылья уток теперь тяжелы, И двойным бытием отраженным Одурманены сосен стволы, Небо тусклое С отцветом странным, Мировая туманная боль. О, позволь мне быть так же туманным, И тебя не любить мне позволь. Сегодня дурной день, Кузнечиков хор спит, Из сумрачных скал сень, Мрачней гробовых плит, Мелькающих стрел звон, И вещих ворон крик, Я вижу дурной сон, За мигом летит миг, Явлений раздвинь, грань, Земную разрушь, клеть, И яростный гимн, грянь, Бунтующих тайн, медь. О, маятник душ, строг, Качается глух, прям, И страстно стучит рок В запретную дверь к нам. Смутно дышащими листьями Черный ветер шлестит, И трепещущая ласточка В темном небе круг чертит. Тихо спорят в сердце ласковом Умирающем моем Наступающие сумерки С догорающим лучом, И над лесом вечереющим Стала медная луна. Отчего так мало музыки И такая тишина? Отчего душа так певуча И так мало милых имен, И мгновенный ритм, Только случай, Неожиданный аквелон? Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой, И совсем не вернется, Или он вернется Совсем другой. О, широкий ветер Орфея, Ты ушел в морские края, И несозданный мир лелея, Я забыл ненужное я. Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий И действительно смерть придет? Раковина Быть может, я тебе не нужен Ночь из пучины мировой, Как раковина без жемчужин Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенешь И несговорчиво поешь, Но ты полюбишь, Ты оценишь Ненужной раковины ложь, Ты на песок с ней рядом ляжешь, Оденешь ризою своей, Ты неразрывно с нею свяжешь Огромный колокол зыбей, И хрупкой раковины стены, Как нежилого сердца дом, Наполнишь шепотами пены, Туманом, ветром и дождем. О небо, небо, Ты мне будешь сниться, Не может быть, Чтоб ты совсем ослепла, И день сгорел, Как белая страница, Немного дыма И немного пепла. Конец стихов 1908-11 годов Из книги «Камень». Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Стихи 1912 года Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Стихи 1912 года Из книги Осипа Мандельштама «Камень». Я вздрагиваю Я вздрагиваю от холода, Мне хочется онеметь, А в небе танцует золото, Приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, Люби, вспоминай и плачь, Из тусклой планеты брошенный Подхватывай легкий мяч. Так вот она, настоящая, С таинственным миром связь, Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась. Что если над модной лавкою, Мерцающая всегда, Мне в сердце длинной булавкою Опустится вдруг звезда? Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, Башни стрельчатый рост, Кружевом камень будь И паутиной встань, Небо пустую грудь Тонкой иглою рань. Будет и мой черед, Чую размах крыла. Так, но куда уйдет Мысли живой стрела? Или свой путь и срок Я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, Здесь я любить боюсь. Образ твой мучительный и зыбкий Я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится И пустая клетка позади. Нет, не луна, А светлый циферблат Сияет мне. И чем я виноват, Что слабых звезд Я осязаю млечность? И батюшкова мне Противно спесь. Который час? Его спросили здесь. А он ответил любопытным Вечность. Пешеход Посвящение Лозинскому Я чувствую непобедимый страх В присутствии таинственных высот. Я ласточкой доволен в небесах, И колокольни я люблю полет. И, кажется, старинный пешеход Над пропастью, На гнущихся мостках, Я слушаю, как снежный ком растет И вечность бьет на каменных часах. Когда бы так, Но я не путник тот, Мелькающий на выцветших листах, И подлинно во мне печаль поет. Действительно, Лавина есть в горах, И вся моя душа В колоколах, Но музыка От бездны Не спасет. Казино Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа серое пятно, Мне в опьянении легком суждено Изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучей косматой, Ложится якорь на морское дно, И бездыханная, как полотно, Душа висит над бездною проклятой. Но я люблю на дюнах казино, Широкий вид в туманное окно, И тонкий луч на скатерти измятой, И окружен водой зеленоватой, Когда, как роза, в хрустале вино, Люблю следить за чайкою крылатой. Паденье — неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты, Кто камни к нам бросает с высоты, И камень отрицает иго праха, И деревянной поступью монаха Мощеный двор когда-то мерил ты. Булыжники и грубые мечты, В них жажда смерти и тоска размаха. Так проклят будь готический приют, Где потолком входящий обморочен, И в очаге веселых дров не жгут. Немногие для вечности живут, Но если ты мгновенным озабочен, Твой жребий страшен, И твой дом непрочен. Царское село. Посвящение Георгию Иванову. Поедем в царское село. Свободны, ветренны и рьяны, Там улыбаются уланы, Вскочив на крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, А на деревьях клочья ваты, И грянут здравия раскаты На крик «Здорово! молодцы!» Казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, Где однодумы генералы Свой коротают век усталый, Читая Ниву и Дюма, Особняки, а не дома. Свист паровоза, Едет князь В стеклянном павильоне свита, И саблю волоча сердито Выходит офицер, кичась. Не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой, Конечно, в царство этикета, Внушая тайный страх карета С мощами фрейлины седой, Что возвращается домой. Золотой Целый день сырой осенний воздух Я вдыхал в смятенье и тоске. Я хочу поужинать, И звезды золотые в темном кошельке. И дрожа от желтого тумана Я спустился в маленький подвал. Я нигде такого ресторана И такого сброда не видал. Мелкие чиновники, Японцы, Теоретики чужой казны, За прилавком щупает червонцы, Человек, И все они пьяны. Будьте так любезны, Разменяйте, Убедительно его прошу. Только мне бумажек не давайте, Трехрублевок я не выношу. Что мне делать с пьяною оравой? Как попал сюда я, Боже мой? Если я на то имею право, Разменяйте мне, Мой золотой. Лютеранин Я на прогулке похороны встретил Близ протестантской кирки В воскресенье. Рассеянный прохожий Я заметил Тех прихожан суровое волненье. Чужая речь не достигала слуха, И только упряжь тонкая сияла, Да мостовая праздничная глухо Ленивые подковы отражала, А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась лицемерка. Без слов, без слез, Скупая на приветы, Осенних роз Мелькнула бутоньерка. Тянулись иностранцы Лентой черной, И шли пешком Заплаканные дамы. Румянец под вуалью И упорно Над ними кучер Правил вдаль упрямый. Кто б ни был ты, Покойный лютеранин, Тебя легко и просто хоронили. Был взор слезой Приличный затуманен, И сдержанно колокола Звонили. И думал я, Ветействовать не надо, Мы не пророки, Даже не предтечи, Не любим рая, Не боимся ада, И в полдень матовый Горим, как свечи. Айя-София Айя-София Здесь остановиться, Судил Господь народам и царям, Ведь купол твой По слову очевидца, Как на цепи Подвешен к небесам. Я всем пример Гадаю стениана, Когда похитил Для чужих богов. Позволила эфесская Диана Сто семь зеленых Мраморных столбов. Куда ж стремился Твой строитель щедрый, Когда душой и помыслом Высок Расположил апсиды И экседры, Им указав На запад и восток. Прекрасен храм, Купающийся в мире, И сорок окон Света торжество. На парусах Под куполом Четыре Архангела Прекраснее всего. И мудрое Сферическое здание Народы и века Переживет. И Серафимов Гулкое рыданье Не покоробит Темных позолот. Нотр-Дам. Где римский судья Судил чужой народ, Стоит базилика, И, радостный и первый, Как некогда Адам, Распластывая нервы, Играет мышцами крестовый Легкий свод, Но выдает себя Снаружи Тайный план. Здесь Позаботилась Под пружных Арок Сила, Чтоб Масса Грузная Стены Не сокрушила, И свода Дерзкого Бездействует Таран, Стихийный Лабиринт, Непостижимый Лес, Души Готической Рассудочная Пропасть, Египетская Мощь, И христианство Робость, С тростинкой Рядом Дуб, И всюду Царь Отвес, Но чем Внимательней Твердыня Нотр-Дам, Я изучал Твои чудовищные Ребра, Тем чаще Думал я Из тяжести Недоброй И я Когда-нибудь Прекрасное Создам Конец Стихов 1912 года Из книги Камень Стихи 1913 года Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox Являются Общественным Достоянием Стихи 1913 года Из книги Осипа Мандельштама Камень Старик Уже светло Уже светло Поет Сирена Согрешить 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 Сперва Разочарованный Рабочий Стихи 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 И правовед И правовед Государ Стихи 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 Кто Скажите Мне Сознание Виноградом Замутит Если я Петра Создание Медный Всадник И гранит Слышу С крепости Сигналы Замечаю Как тепло Выстрел Пушечный В подвалы Вероятно Донесло И гораздо Глубже Бреда Воспаленной Головы Звезды Трезвая Беседа Ветер Западный Сневы Бах Здесь Прихожане Дети Праха И доски Вместо Образов Где Мелом Себастьяна Баха Лишь Цифры Значатся Псалмов Разноголосица Какая В трактирах Буйных И церквах А ты Ликуешь Как Исайя О Рассудительнейший Бах Высокий Спорщик Неужели Играя Внуком Свой Хорал Опору Духа В самом Деле Ты Ты В доказательстве Искал Что Звук Шестнадцатые Доли Органом Многосложный Крик Лишь Воркотня Твоя Не Боле О Несговорчивый Старик И Лютеранский Проповедник На Черной Кафедре Своей С Твоими Гневный Собеседник Мешает Звук Своих Речей В спокойных Пригородах Снег Сгребают Дворники Лопатами Я С мужиками Бородатыми Иду Прохожий Человек Мелькают Женщины В платках И тявкают Дворняшки Шалые И Самоваров Розы Алые Горят В трактирах И Домах Мы Напряженного Молчанья Не Выносим Несовершенство Душ Обидно Наконец И В Замешательстве Уж Объявился Чтец И Радостно Его Приветствовали Просим Я Так И Знал Кто Здесь Присутствовал Незримо Кошмарный Человек Читает Улялюм Значенье Суета И Слова Только Шум Когда Фонетика Служанка Серафима От Доме Эшеров Эдгара Пела Арфа Безумный Воду Пил Очнулся И Умолк Я Был На улице Свистел Осенний Шелк Чтоб Горло Повязать Я Не Не Шарфа Адмиралтейство В столице Северной Томится Пыльный Тополь Запутался В листве Прозрачный Циферблат И В темной Зелени Фрегат Или Акрополь Сияет Издали В воде И небу Брат Ладья Воздушная И Мачта Недотрога Служа Линейкою Приемником Петра Он Учит Красота Не прихоть Полубога А хищный Глазомер Простого Столяра Нам Четырех Стихий Приязнен На господство Но Создал Пятую Свободный Человек Не Отрицает Лип Пространство Превосходство Сей Целомудренно Построенный Ковчег Сердито Лепятся Капризные Медузы Как Плуги Брошены Ржавеют Якоря И Вот Разорваны Трех Измерений Узы И Открываются Всемирные Море В таверне Воровская шайка Всю ночь Играла в домино Пришла с яичницей Хозяйка Монахи Выпили вино На башне Спорили Химеры Которая Из них Урод А утром Проповедник Серый В палатке Призывал Народ На рынке Возятся Собаки Менялы Щелкает Замок У Вечности Ворует Всякий А Вечность Как Морской Песок Он Осыпается С телеги Не хватит На мешки Рогож И Недовольный О ночлеге Монах Рассказывает Лож Кинематограф Кинематограф Три скамейки Сентиментальная Горячка Аристократка И богачка В сетях Соперницы Злодейки Не удержать Любви Полета Она Ни в чем Не виновата Самоотверженно Как брата Любила Лейтенанта Флота А он Скитается В пустыне Седого Графа Сын Побочный Так Начинается Лубочный Роман Красавицы Графини И В выступлении Как Гитана Она Заламывает Руки Разлука Бешеные Звуки Затравленного Фортепиано В груди Доверчивой И слабой Еще Достаточно Отваги Похитить Важные Бумаги Для Неприятельского Штаба И по Каштановой Аллее Чудовищный Мотор Несется Стрекочет Лента Сердце Бьется Тревожнее И веселее В дорожном Платье С аквояжем В автомобиле И в вагоне Она Боится Лишь Погони Сухим Измученным Миражем Какая Горькая Нелепость Цель Не оправдывает Средства Ему Отцовское Наследство А ей Пожизненная Крепость Теннис Средь Оляповатых Дач Где шатается Шарманка Сам собой Летает Меч Как Волшебная Приманка Кто Смиривший Грубый Пыл Облеченный В снег Альпийский Срезовой Девушкой Вступил В поединок Олимпийский Слишком Дряхлы Струны Лир Золотой Ракеты Струны Укрепил И бросил В мир Англичанин Вечно Юный Он Творит Игры Обряд Так Легко Вооруженный Как Оттический Солдат В своего Врага Влюбленный Май Грозовых Туч Клочки Неживая Зелень Чахнет Все Моторы И гудки И сирень Бензином Пахнет Ключевую Воду Пьет Из ковша Спортсмен Веселый И опять Война Идет И мелькает Локоть Голый Домби И сын Когда Пронзительнее Свиста Я слышу Английский Язык Я вижу Оливера Твиста Над Кипами Конторских Книг У Чарльза Диккенса Спросите Что было В Лондоне Тогда Контора Домби В Старом Сити И темзы Желтая Вода Дожди И слезы Белокурый И нежный Мальчик Домби Сын Веселых Клерков Каламбуры Не понимает Он Один В конторе Сломанные Стулья На Шиллинге И пенсы Счет Как пчелы Вылетев Из улья Роятся Цифры Круглый Год А грязных Адвокатов Жало Работает В табачной Мгле И вот Как старое Мочало Банкрот Болтается В петле На стороне Врагов Законы Ему Ничем Нельзя Помочь И клетчатые Панталоны Рыдая Обнимает Дочь Отравлен хлеб И воздух Выпит Как трудно Раны Врачевать Иосиф Проданный В Египет Не мог Сильнее Тосковать Под звездным Небом Бедуины Закрыв Глаза И на коне Слагают Вольные Былины О смутно Пережитом Дне Немного Нужно Для наитий Кто потерял В песке Колчан Кто Выменял Коня Событий Рассеивается Туман И если Подлинно Поется И полной Грудью Наконец Все Исчезает Остается Пространство Звезды И певец Летают Валькирии Поют Смычки Громоздкая Опера К концу Идет С тяжелыми Шубами Гайдуки На мраморных Лестницах Ждут Господ Уж Занавес Наглухо Упасть Готов Еще Рукоплещет В райке Глупец Извозчики Пляшут Вокруг Костров Карету Такого-то Разъезд Конец Поговорим О Риме Дивный Град Он Утвердился Купола Победой Послушаем Апостольское Кредо Несется Пыль И Радуги Висят На Авентине Вечно Ждут Царя Двунадесятых Праздников Кануны И Строго Канонические Луны Не Могут Изменить Календаря Надольный Мир Бросает Пепел Бурый Над Форумом Огромная Луна И Голова Моя Обнажена О Холод Католической Танзуры Конец Стихов 1913 Стихи 1914 Эта Запись Проекта LibriVox Является Общественным Достоянием Стихи 1914 Года Из Книги Осипа Мандельштама Камень Ахматова В полоборота О Печаль На равнодушных Поглядела Спадая с плеч Окаменела Ложно-классическая Шаль Зловещий Голос Горький Хмель Души Расковывает Недра Так Негодующая Федра Стояла Некогда Рошель Ни Триумфа Ни Войны О Железные Доколе Безопасный Капитолий Мы Хранить Осуждены Или Римские Перуны Гнев Народа Обманув Отдыхает Острый Клюв Той Ораторской Трибуны Или Возит Кирпичи Солнца Дряхлая Повозка И В руках У Недоноска Рима Ржавые Ключи О Временах Простых И Грубых Копыта Конские Твердят И Дворники В тяжелых Шубах На Деревянных Лавках Спят На Стук В Железные Ворота Привратник Царственно Ленив Встал И Звериная Зевота Напомнила Твой Образ Скиф Когда С дряхлеющей Любовью Мешая В песнях Рим И Снег Овидий Пел Орбу Воловью В Походе Варварских Телег На Площадь Выбежав Свободен Стал Колоннад И Полукруг И Распластался Храм Господень Как Легкий Крестовик Паук А Зодчий Не Был Итальянец Но Русский В Риме Ну Так Что Тебянец как иностранец сквозь рощу портика идешь и храма маленькое тело одушевлённее сто крат гиганта что скалою целой к земле беспомощный прижат есть и волги в лесах и гласных долгота в тонических стихах единственная мера но только раз в году бывает разлита в природе длительность как в метрике гомера как бы цезурою зияет этот день уже с утра покой и трудные длинно ты волы на пастбище и золотая лень и страстника извлечь богатство целой ноты мороженое солнце воздушный бисквит прозрачный стакан с ледяной водою и в мир шоколада с румяной зарею в молочные альпы мечтанье летит но ложечкой звать но умильно смотреть чтоб в тесной беседке средь пыльных акаций принять благосклонно от булочных граций в затейливой чашечке хрупкую снедь подруга шарманки появится вдруг бродячего ледника пестрая крышка и с жадным вниманием смотрит мальчишка в чудесного холода полный сундук и боги не ведают что он возьмет алмазные сливки или вафлю с начинкой но быстро исчезнет под тонкой лучинкой сверкая на солнце божественный лед есть ценности незыблемая скала над скучными ошибками веков неправильно наложено опало на автора возвышенных стихов и вслед за тем как жалкий сумароков пролепетал заученную роль как царский посох в скине пророков у нас цвела торжественная боль что делать вам в театре полуслова и полумаск герои и цари и для меня явление озерова последний луч трагической зари я не слыхал рассказов о сиана не пробовал старинного вина зачем же мне мерещится поляна шотландии кровавая луна и перекличка ворона и арфы мне чудится в зловещей тишине и ветром развиваемые шарфы дружинников мелькают при луне я получил блаженное наследство чужих певцов блуждающие сны свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны и ни одно сокровище быть может минуя внуков к правнукам уйдет и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет европа как средиземный краб или звезда морская был выброшен водой последний материк к широкой азии к америке привык слабеет океан европу омывая изрезанные ее живые берега и полуостровов воздушный изваянья немного женственны заливов очертания бескаи генуи ленивая дуга завоевателей исконная земля европа в рубище священного союза пета испании италии медуза и польша нежная где нету короля европа цезарей с тех пор как в бонапарта гусиное перо направил метр у них впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта энциклика есть обитаемая духом свобода избранных удел орлиным зрением дивным слухом священник римский уцелел и голубь не боится грома которым церковь говорит в апостольском созвучье рома он только сердце веселит я повторяю это имя под вечным куполом небес хоть говоривший мне о риме в священном сумраке исчез посох 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 мой моя свобода сердцевина бытия скороль истиной народа станет истина моя я земле не поклонился прежде чем себя нашел посох взял развеселился и в далекий рим пошел пусть снега на черных пашнях не растают никогда но печаль моих домашних мне по-прежнему чужда снег растает на утесах солнцем истины палим прав народ вручивший посох мне увидевшему рим ода бетховену бывает сердце так сурово что и любя его не тронь и в темной комнате глухого бетховена горит огонь и я не мог твоей мучитель чрезмерной радости понять уже бросает исполнитель испепеленную тетрадь когда земля гудит от грома и речка бурная ревет сильней грозы и бурелома кто этот дивный пешеход он так стремительно ступает с зеленой шляпой в руке и ветер полы развивает на неуклюжем сюртуке с кем можно глубже и полнее всю чашу нежности испить кто может ярче пламенея усилие воли осветить кто по-крестьянски сын фламандца мир пригласил на ретурнель и до тех пор не кончил танца пока не вышел буйный хмель о дионис как муж наивный и благодарны как дитя ты перенес свой жребий дивный то негодуя то шутя с каким глухим негодованьем ты собирал с князей оброк или с рассеянным вниманием на фортепианной шел урок тебе монашеские кельи всемирной радости приют тебе в пророческом веселье огнепоклонники поют огонь пылает в человеке его унять никто не мог тебя назвать боялись греки но чтили неизвестный бог о величавой жертвы пламя полнеба охватил костер и царской скини над нами разодран шелковый шатер и в промежутке воспаленном где мы не видим ничего ты указал в чертоге тронном на белой славы торжество конец стихов 1914 года из книги камень обмена стихи 1915 года это запись проекта либревокс является общественным достоянием стихи 1915 года из книги осипа мандельштама камень аббат о спутник вечного романа аббат флабера и золя от зной рыжая сутана и шляпы круглые поля он все еще проходит мимо в тумане полдня вдоль межи влача остаток власти рима среди колосьев спелой ржи храня молчанье и приличья он должен с нами пить и есть и прятать в светское обличье сияющий танзуры честь он цицерона на перине читает отходя ко сну так птицы на своей латыни молились богу в старину я поклонился он ответил кивком учтивым головы и говоря со мной заметил католиком умрете вы потом вздохнул как нынче жарко и разговором утомлен направился к каштанам парка в тот замок где обедал он и по ныне на афоне древо чудное растет на крутом зеленом склоне имя божие поет в каждой радуются келья имя божцы мужики слово чистое веселье исцеленье от тоски всенародно громогласно черницы осуждены но от ереси прекрасной мы спасаться не должны каждый раз когда мы любим мы в нее впадаем вновь безымянную мы губим вместо именем любовь о свободе небывалой сладко думать у свечи ты побудь со мной сначала верность плакала в ночи только я мою корону возлагаю на тебя чтоб свободе как закону подчинился ты любя я свободе как закону обручен и потому эту легкую корону никогда я не сниму нам ли брошенным в пространстве обреченным умереть о прекрасном постоянстве и о верности жалеть бессонница гомер тугие паруса я список кораблей прочел до середины сей длинный выводок сей поезд журавлиной что над элладою когда-то поднялся как журавлиный клин в чужие рубежи на головах царей божественная пена куда плывете вы когда и дэш и и мальчик и и гомер все движется любовью кого же слушать ей и гомер молчит и море и черное витейство шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью с веселым ржанием пасутся табуны и римской ржавчиной окрасилась долина сухое золото классической весны уносит времени прозрачная стремнина топча по осени дубовые листы что густо стелется пустынную тропинкой я вспомню цезаря прекрасные черты сей профиль женственной с коварную горбинкой здесь капитолия и форума вдали средь увядания спокойного природы я слышу августа и на краю земли державным яблоком катящиеся годы да будет в старости печаль моя светла я в риме родился и он ко мне вернулся мне осень добрая волчицею была и месяц цезаря мне август улыбнулся я я не увижу знаменитой федры в старинном многоярусном театре с прокопченной высокой галереи при свете оплывающих свечей и равнодушен к суете актеров сбирающих рукоплесканий жатву я не услышу обращенный крампе двойною рифмой оперенный стих как эти покрывало мне постылы театр россина мощная завеса нас отделяет от другого мира глубокими морщинами волнуя между ним и нами занавес лежит спадают с плеч классические шали расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного закала негодованьем раскаленный слог я опоздал на празднество россина вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсинной коркой и словно из столетней литургии очнувшийся сосед мне говорит измученный безумством мельпомены я в этой жизни жажду только мира уйдем покуда зрители шакалы на растерзанье музы не пришли когда бы грек увидел наши игры конец стихов 1915 года из книги камень и конец книги осипа мандельштама камень читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки 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 и м поиск м м м